На фото куски грунта, которые в момент сотрясения откололись от гор. Мощнейшее землетрясение в республике Алтай 2003 года нарисовало татуировку в виде оползня. Эти фотографии сделала Ирина Дмитриева, гид по горному Алтаю. Местные жители до сих пор помнят масштаб разрушения. Подземные толчки магнитудой в 7,3 практически уничтожили поселок Бельтир. Люди выжили. А вообще, рассказывает Ирина, землетрясение в горном происходит регулярно. Большинство остаются незамеченными, но иногда трясет сильно. Помню как-то пятибальное землетрясение. Я сидела в момент на скамейке, которая стояла на улице. И вдруг эта скамейка захотела меня с себя сбросить. Что-то подобное ощутили 27 сентября 2003 года барнаульцы. Многие помнят, как земля уходила из-под ног. В момент землетрясения доктор географических наук Геннадий Барышников был в отъезде. По возвращении отправился в экспедицию в республику, в эпицентр. Подземные толчки, хотя и слабой силы, еще продолжались. Ночью случился толчок очередной. И, представляете, кровать наша поехала ночью. Офицер забегает. Вы живы, вы живы здесь. Да живы мы, все нормально. Это уже было 10 октября. Подземные толчки. Это авторшоки были. И они вот так проявлялись. Сегодня многие сравнивают Чуйское землетрясение и Турецкое. Магнитуда примерно одинаковая. Масштабы катастрофы кардинально разные. Ученые дают ответ. В Турции до 30 лет назад строились дома не по той технологии, какой должна быть при сейсмоподвижках. Какие дома строились? Они делали каркас металлический, и стены выкладывали из кирпича. Причем кирпич был облегченный с полой, по сути дела полой, с перегородками небольшими. Поэтому эти дома все были разрушены. Если вдруг что-то, какую-то конечность придавило, мне двигать завал. Урок ОБЖ в 53-й школе. Катастрофа в Турции с многотысячными жертвами заставила нас вспомнить школьную программу. А ведь там изучают правила поведения при землетрясении. Но многие ли о них помнят? Да и свою актуальность часть правил уже утратила. К примеру, что в момент толчков стоит прятаться в ванной, рассказывает учитель барнаульской школы. Современная застройка немножко изменилась. И современные ванны у нас идут акриловые. Это советского производства, которые были ванны чугунные, в тех можно было спастись от, скажем так, падающих плит. То в современной ванне уже спасения вы не найдете. Поэтому надо искать такие места дома. Если стихия застала вас дома, нужно держаться подальше от бытовых приборов, шкафов, окон. Рекомендуется залезть под стол. Главное, не стеклянный. В момент сотрясения прижаться к несущим стенам. При возможности покинуть помещение. По лестнице, по лифту нельзя, тросы могут оборваться. А вообще, такие меры предосторожности для жителей Алтайского края крайне важны. Уж слишком близко горный Алтай. В Барнауле магнитуда 7,5 не произойдет землетрясение. Произойдет несколько ниже. Давайте так, повредятся ли здания? Да, повредятся. Много зданий? Да, много. Ежегодно рассказывают географы. В мире происходит около 8 миллионов землетрясений. Естественно, большую часть люди просто не ощущают. Сегодня в мире нет средств, которые бы спрогнозировали подземные бури. Поэтому правила поведения при стихийном бедствии стоит регулярно обновлять. Даже если, по прогнозам сейсмологов, в ближайшие годы нашему региону ничего не грозит. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.